Мимо скандала не смогла пройти и Лера Кудрявцева. Она совершенно внезапно прыгнула внимание на инагентов, которые, наверное, единственные, кто в этом скандале никак не участвовал и не затронул. Давайте послушаем. Меня больше всего в этой истории забавят инагенты, которые просто выползли из всех щелей и стали дико радоваться, что происходит вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. И у меня этот месседж, наверное, только к инагентам. Я думаю, что все прекрасно понимают, ребят, что вы, кроме России, нигде не нужны. И вот эта вот ваша радость, соседа сдохла, корова пустячок, а приятно, но она как минимум говорит о вас. Попытаемся разобраться, кто корова, кто сдох и чему радуются инагенты вместе с телеведущей и инагенткой Татьяной Лазаревой. Она прямо сейчас к нам подключается. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, собственно, первый вопрос. Почему вы думаете, Лера так прыгнула на инагентов? Что вообще такого вы им сделали все вместе, дружно? Ну, я, кстати, тоже удивилась, потому что, в общем, инагенты, мне кажется, не очень как-то так агрессивно на это прореагировали, но так усмехнулись. Есть, в общем, более важные вещи, которые занимают инагентов. Судьбы России, на самом деле. Разве что, может быть, Семен Слепаков просто в силу своей юмористической направленности написал прекрасный совершенно текст. Может быть, имелось это в виду. Ну, не знаю, да. Мы с Лерой просто очень большие подруги. Ну, теперь уже, видимо, были. Мы давно не общались. Вот. И поэтому мне, конечно, сложно судить сейчас, кого она имеет в виду под инагентами. Да. Не думаете, что это какая-то попытка перевести фокус внимания с условного Филиппа Киркорова и прочих не инагентов, а вот таких преданных режиму народных артистов заслуженных и так далее, и так далее. Но вот злой Запад, который даже это решил сымитировать, даже это срежиссировал, всех подставил, позвал фотографов, устроил тусовку и всех раздел еще на ней. Чтобы, да, чтобы инагенты порадовались, собственно, это была наша цель. Да нет, ну, я не думаю, конечно, что Лера так далеко идет в своем понимании коллективного Запада. В общем, она вполне себе прозападный человек. Всегда была и думаю, что остается. Я здесь, наверное, бы напомнила, может быть, Лере, вряд ли она это увидит, что скорее иноагенты, да и все, в общем, здравомыслящие люди, которые живут немного шире своего мирка, своего мира, своего мира, допустим, шоу-бизнеса, как в случае с Лерой. Это люди, которые не радуются чужим неуспехам и вообще очень люди искренние и честные. Вот, например, мне очень понравилось высказывание такой иноагентки, это Елена Агафонова, она доярка вообще, не думаю, что Лера знает о ее существовании, но, в общем, есть у нас даже иноагент доярка в России, она живет. Вот она сказала очень правильную вещь, недавно я услышала, она сказала, что удивляет вот это вот желание извиниться за то, что ты сделал. То есть как ребенок, знаете, вот чуть-чуть натворил такое, не подумавши, а потом извиняется. Ну, это инфантильная позиция. Вот как раз Елена Агафонова сказала, что ни за что из своих каких-то поступков ей вообще в голову не приходит извиняться, потому что она поступает, как и все здравомышлящие люди, когда мы совершаем какое-то действие, то, в общем, достаточно глупо потом извиняться и не за что. В нашем случае, в случае иноагентов, точно совершенно не за что. Татьяна, ну, увидит Лера Кудрявцева или не увидит это видео зависит от наших зрителей. Если не поставит достаточное количество лайков и подпишется, то, может, и увидит. А я сегодня специально перед подготовкой к этому эфиру залез в фильмографию Леры Кудрявцевой, которая не только виджей, телеведущая, радиоведущая, звезда всяких новых волн и так далее, но и актриса. Там есть несколько очень показательных ролей. В 2008 году в самом лучшем фильме, прекрасное кино, которое, я думаю, все видели, но хотят забыть, играла проститутку номер три. В 2012 году в еще более великолепном фильме «Ржевский против Наполеона» играла официантку-стриптизершу. Это тоже иноагенты ее надоумили, как вы думаете? Ну, послушайте, давайте не будем переходить на личности. У Леры достаточно длинная жизнь уже, несмотря на то, что она так молодой, прекрасно выглядит. В общем, за нашу жизнь мы много чего успеваем сыграть и где поучаствовать. Но я, пожалуй, здесь бы еще, ну, как бы так вот сфокусировалась на том моменте, что Лера действительно, как и многие, я тоже была частью шоу-бизнеса когда-то в свое время, я прекрасно знала, каково это — жить вот в этом мире и не обращать внимания на то, что происходит в принципе в стране, с людьми, да, это очень удобно. Лера такая у нас, мы очень-очень давно знакомы, еще на ТВ-6 она вела, была такая, ну, в общем, партийная зона была. Молоды мы были когда-то. Вот. И сейчас, понимаете, когда она становится такой вот Ангелиной Вовк, такой отечественной такой... Или Ириной Волк, пресс-секретарем Министерства внутренних дел. Не знаю, надеюсь, все-таки это не дойдет, до этого дела не дойдет. Но, понимаете, вот Лера на самом деле, то же самое Лера, много кого не было на этой вечеринке, да, кто там был. Там были люди, которые сознательно эпатируют общественность, да. Это их, они выбрали этот путь. Ну, в общем, Филипп Киркоров всегда этим отличается. Это его такая фишка, он такой яркий, все на него обращают внимание. И, собственно, ну, наверное, Настя, мы не знакомы с ней. Вот. Ну и, конечно, Лолита всегда тоже эпатировала, да. И уж, конечно, Ксения Анатольевна, Собчак. Там было еще много людей, которые не попали в кадр. Но это действительно был выбор этих людей, да. Вот та же самая Лерка, она же не пошла туда, она очень аккуратная. И в этом смысле люди, которые хотят сохранить как раз свою, вот этот свой мир, они очень аккуратно действуют. Почему я вспоминаю там Ангелину Вовку, любимейшую мою. И, несмотря на это, она, кстати, участвовала в свое время в ОСБ-студии даже. То есть ничто человеческое этим людям тоже не чуждо. Ну, вот выбор, куда ты идешь, вот эта вот осторожность выбирания своего пути, чтобы, не дай Бог, не потерять то, что ты имеешь. Ну, вот это вот выбор, такой выбор людей. И совершенно нормально, как каждый совершает тот выбор, на который он способен. А лишаться его, да, лишаться вот этого всего, всего твоего жизненного пути, это, конечно, страшно. И вот единственное, что, конечно, понятно вот со стороны, глядя на все это, что, в общем-то, уже ящичек приоткрылся. И дело даже не в том, там, разрешили им это или запретили, будут ли их там как-то преследовать. А дело в том, что все начинается с доносов, которые возвели сейчас в норму. В России нормально доносить на людей, и людям это нравится, как бы писать что-то такое, что вот тебя возмущает. Напишу-ка я вот, куда надо, да, это такая забытая такая советская формулировка. И обращу внимание, так вот эта волна, которая будет только больше этих всех доносов, на уровне Государственной Думы, тоже, может быть, стоит Лере там и всем задуматься, кто, почему он это все обсуждается на уровне Государственной Думы, кто там сидит, почему людям нечем, кроме этого, заняться в нашей стране, каких-то более важных вещей нет, чтобы обсудить. Вот этот вопрос, да, разрешили доносить. Ну вот теперь это будет касаться всех, и чем дальше, тем хуже, конечно. И вряд ли кто-то усидит. Татьяна, еще хотел спросить, вы сами про это заговорили, что вот шоу-бизнес, он всегда был в своем мире, не обращая внимания на политику, несмотря на то, что происходит в обществе, не зная про доярок, которых признают инагентами и так далее. Вот мне кажется, что сейчас уже так нельзя, и вот как раз те люди, которые в мутобор пошли и не смотрели на то, что происходит вокруг, сейчас подвергаются вот этой вот кампании против, срежиссированные в Думе в том числе, и где только про это не говорится. И вот, Лера, это же явно политическое заявление. Это вот инагенты плохие, а я вот хорошие лояльны. Это же тоже вот про это, про то, что все-таки сторону-то надо принимать. Уже нельзя быть без стороны. Либо надо доверенным лицом Путина стать, либо вот хотя бы инагентов осудить и хоть как-то их к этому скандалу примазать. Как вы думаете, в этом может быть какое-то зерно истины или нет? Ну, естественно, вы правы, абсолютно. Конечно, но выбор и делается именно такой. То есть просто ты можешь сколько угодно это долго не замечать и не становиться доверенным лицом Путина, ну, потому что это вообще-то не каждый, я надеюсь, все-таки может быть доверенным лицом Путина. Все-таки это какие-то заслуженные... Доверия не хватит. В общем, вот это именно желание принять одну сторону и закрыть глаза на то, что происходит, это узкая лобость такая. То есть это не желание там что-то ковыряться, разбираться, думать о каких-то там вещах, которые тебе непонятны и не нужны. И, в общем, живя в Москве, это на самом деле такой очень небольшой кружочек-то, этот круг шоу-бизнеса. Это только в Москве, ну, в Питере, может быть. Только это как бы столичная такая жизнь. Можно долго оставаться, ходить по тем же магазинам, продолжать там покупать те же самые товары, общаться с теми же самыми людьми и не смотреть на то, что происходит вокруг. Займись они какой-нибудь элементарной, не знаю, благотворительностью, да, какими-нибудь. Узнать они про существование бедных, обездоленных людей в России и задумавшись, если бы они задумались, эти люди как-то происходят и почему, ему, в общем, уже другие мысли стали бы приходить в голову, но задумываться хочется далеко не всем. И это тоже понятно. Спасибо большое, Татьяна Лазарева, телеведущая. Надеюсь, что тех, кому хочется задумываться, станет больше. Спасибо, что были с нами в эфире. Спасибо, что смотрели это видео. Посмотрите другие видео на нашем канале. Поставьте нам лайк и подпишитесь, если вы еще почему-то этого не сделали. Это помогает нашему контенту расти и разрастаться. А это значит, что у вас будет еще больше новых видео, которые вы хотите посмотреть.